Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Биохимическое оружие... Вы привели их ко мне! Пригни голову! Американец! Вытащите меня отсюда! Я все расскажу! Как отсюда бежать? В потолке люк! Живо! Шевелитесь! Скорей! Вы вдыхали газ? Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... По лестнице! Нам надо на крышу! Противник уничтожен! Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают Доктор Фридрих Штайнер Доктор согласился сотрудничать с нами Он нужен живым Нарушишь приказ? Пристрелю Что такого в Сталинграде натворил Драгович? Тогда началась оккупация Он и его прихвостень Кравченко Бросили нас на верную погибель Нам обещали подкрепление Мы ждали Пустую Драгович и Кравченко Оппортунисты Манипуляторы Им нельзя доверять, Дмитрий Дмитрий Петренко Был одним из самых храбрых людей Каких я только знал Мы с ним прошли плечом к плечу Всю войну От Сталинградской битвы Он пролил за свою родину столько крови Что в России его должны были встречать как героя Но Сталину Герои были не нужны Немца не трогать Штайнер нужен живым Идите, вы оба Пошли Приятно снова идти в бой с другом Да, дружище Нас ждет последняя победа Обыщите каждый уголок этого лагеря Убейте всех Кроме Штайнера Ура! Редактор субтитров Сверхотелем ляшку. Сверхотелем ляшку. Уждите! Лёв! Лёв! Сейчас идти! В контакт! Сверхотелем ляшку. Продолжение следует... 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 Вижу их на мосту. Вот они где. Дазын-зы. Ридрих Штайнер. Убери от меня оружие, русский пёс. Отведи меня к Драговичу. Заглянув в глаза этому немцу, я увидел томатское пламя. Всю злобу фашистского рейха. В тот момент я ощутил непреодолимое желание положить конец его презренной жизни. Но тогда я ещё был солдатом. И всё ещё верил в то, что приказам нужно подчиняться. Резнов, общий сбор. Что здесь может быть такого важного? Генерал Драгович хочет прославиться. Он считает, что здесь хранится что-то очень ценное для нашей Родины. Драгович и Штайнер разговаривают, как старые приятели. Не нравится мне это, Резнов. И мне, Дмитрий. Будь на чеку. Они скорее уничтожат эту вещь, чем отдадут врагам. Я говорю, что проблем не будет. Я не отвечаю за действия СС, генерал Драгович. Они подвели служить рейху до самой смерти. Благородно, но глупо. Кравченко, заканчивай тут. Резнов, ты и твои бойцы пойдёте впереди. Так точно! Ветренко! Выхарев! Евский! Пилов! Мы подвигаемся! Штайнер, расскажи о своём участии в проекте «Гифтегерштурм». В 43-м году фюрер осознал, что не сможет остановить натиск союзников. Мы начали искать более эффективные способы ведения войны. На протяжении всей войны я занимался химическим оружием. Работа была кропотливая и тяжёлая. И всё же нам удалось создать оружие невероятной эффективности. Оружие, которое находится на этом судне. «Ново-6» Каким бы эффективным ни был газ «Ново-6», нужны были средства доставки. Ракеты «Фау-2» для запуска с этой базы. Их цели — командные центры. Сначала Вашингтон, потом Москва. Амбициозный проект, Херштайнер. «Но мы опоздали. Напали англичане. Их бомбардировщики повредили этот корабль. Мы застряли во льдах. Пытались спасти, что можно. Но было слишком поздно. Германия капитулировала. И Красное Знамя взвелось над Берлином. У СС был приказ. В случае нападения на корабль, уничтожить его. Судя по всему, им это не удалось. Взрыва не было. Верно. Резнов, открой дверь. Мы нашли то, что искали. Нову-6. Немецкое оружие массового уничтожения перешло в руки нашей Родины. По крайней мере, так нам казалось. Наша победа продлилась недолго. Драгович хотел воочию увидеть действие яда. И заодно избавиться от лишних людей. Я давно знал, что они нам не доверяют. И понимал, что они за люди. Но такого предательства я не ждал. Дмитрий Петренко был героем. Он должен был умереть, как герой. Вместо славной гибели в бою за Родину, он умер просто так, как скот на бойне. Жаль, что он уцелел в Берлине. Мой лучший друг умер у меня на глазах. И тут я понял, что не только мы охотимся за немецким оружием. Западные союзники подобрались к нему вплотную. Разумеется, Драгович, Кравченко и Штайнер сбежали. И предоставили мне разбираться с англичанами. Британские спецназы атакуют наши позиции. Не наплевать, что мои союзники предали меня и оставили в руках. Но их нападение дало мне шанс сбежать. Вперед! Положите себе борт! Я займусь подрывом! Мы погрузим этот корабль в пучины моря. Ни одной стороне не должно достаться это ужасное оружие. Вот так. Да, вот они! Есть! Берем его! Опять они! Да, вот они! Вот так, здесь! Вот так! За ними! Да, здесь! Точно! Да! Британские! Есть! Вынята! Понял! Да, точно! Долго мы не продержимся! Займись взрывчаткой, Резнов! Быстро! Палень с корабля! Живо! Закрыто! Тереть по балкам! Отбросим этот кран! Вышел! Есть! Берем, друзья! Вперед! Вот они! Как прадеды! Вперед! Это не наша война! С каждым гражданам! С каждым гражданам! Саджеми! Простнись! Поехали. Вперед, Резнавт! Давай! С кораблям не удалось выбраться. Но я не мог бежать вечно. В конце концов, меня поймали и отправили в Иркуту. Мейсер, послушай. У нас мало времени, друг мой. Ты уверен, что ваше правительство уничтожит это оружие? Или попытается использовать? Лаг другой. А методы те же. Они будут использовать тебя, как использовали меня. Решай. Решай, за что имеет смысл сражаться. Драгович, Кравченко, Штайнер. Эти люди должны умереть. Хадсон выполнил задание в Каулуне. Он раскрыл планы Драговича. Новый шесть. Ядовитый газ, который убивает любого человека за считанные секунды. Оружие, Драгович. Вернемся во Вьетнан, Мейсер. Виктор Резнов, мы еще с тобой после первенства с военной базы. Резнов был со мной все время. Ты уверен? Север. Мы пошли на север. Вьетконг. Ха. Нас подстрелили. Резнов пережил даже это. Прихвость Драговича, Кравченко. Он ожидал нас. Драговича, Кравченко.